Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал топ 5 лучших умных часов для детей, которые можно купить в 2023 году. В первую очередь детские умные часы это полезная покупка не столько для ребенка, сколько для его родителей, поскольку игровой функционал минимален, а степень полезности в виде связи или даже инструмента по спасению жизни видна невооруженным глазом. Большинство моделей имеют базовый функционал в виде GPS-трекера, кнопки SOS и функцию прослушивания окружения, что непременно добавит спокойствия родителям. Но некоторые имеют расширенные функции в виде датчика снятия гаджета с руки, простых логических игр, фонарика, а также возможность видеозвонков. В моем топе 5 моделей стоимостью от 2 до 10 тысяч рублей. Актуальные цены можете посмотреть в описании под роликом или в закрепленном комментарии. Прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь на канал. А чтобы не пропускать выход новых роликов, нажмите колокольчик. Ну а теперь поехали! Пятое место рейтинга занимает Canyon CNE-KW33. Самые доступные часы из нашего топа, а потому в функционале встречаются некоторые компромиссы. Корпус, разумеется, пластиковый, без каких-либо элементов. Размер дисплея имеет диагональ 1,3 дюйма. Качество матрицы при этом не пострадало и представляет собой IPS с разрешением 240х240. Камеры в этой модели нет. Функционал прост и понятен. Есть пара игр, датчик пульса и акселерометр, а вот GPS-чипа нет, поэтому отслеживание местоположения невозможно. Интересно реализована мотивация для повышения подвижности у ребенка. Она представлена виртуальным динозавром Дина, которого надо кормить яблоками, получаемыми за двигательную активность. Автономность тут невысокая. Батарея на очень скромные 155 мАч дает максимум день работы. Зато взамен мы получаем весьма тонкий корпус, который идеален для детской руки. Четвертую строчку топа занимает Ellari Kitfon Fresh. Корпус часов весьма массивен, хоть сам экран имеет скромные 1,3 дюйма. Массивная рамка дисплея в данном случае является дополнительной защитой устройства, но на маленькой руке ребенка будет смотреться увесисто и обязательно будет цепляться за предметы. IPS-экран имеет разрешение 240 на 240. Его заметный минус – яркость. На солнце точно будет плохая видимость. Для работы часов используется приложение Ellari Safe Family. Через него осуществляется связь, контроль местоположения и аудиомониторинг. При этом виртуальной клавиатуры нет. Все данные вводятся только с телефона. Очевидным плюсом пользователи называют отличную русскую адаптацию интерфейса ПО. Да, в наше время этот пункт до сих пор актуален для гаджетов из Китая. Объем батареи скромен – всего 480 мАч. При этом ахиллесовая пята автономности – это блютуз третьей версии, который менее энергоэффективен. Все это дает максимум день работы при активном использовании. ТОП-3 открывает Leaf Vega. Устройство выделяется своей традиционно круглой формой часов. Родители-консерваторы оценят. Матрица экрана IPS с диагональю 1,4 дюйма и разрешением 240 на 240. Дети, конечно, не слишком требовательны к качеству гаджетов, но хотелось бы видеть AMOLED даже за данную стоимость. Также на лицевой части корпуса расположена камера на 0,3 Мп. Часы поддерживают видеозвонки, но оно скорее для галочки, учитывая разрешение сенсора. Для работы часов требуется установка приложения Leaf Link, которое доступно для iOS и Android. Оно дает возможность использовать голосовой чат, отправлять напоминания или отслеживать местоположение. Для кого-то будет важным наличие функции дистанционного включения микрофона для прослушивания окружающей обстановки. Также есть стандартные опции типа оповещения о выходе из геозоны и клавиша SOS. При объеме аккумулятора в 700 мАч производитель обещает до двух дней автономной работы, но тут скорее все будет зависеть от взаимодействия ребенка с девайсом. Вторую строчку занимает ProLike PLS W03BL. Часы имеют закругленные края корпуса, при этом углы самого экрана прямые, что немного бросается в глаза. Дисплей имеет диагональ 1,4 дюйма с разрешением 240 на 240 точек. Основной упор в этой модели сделан на программную составляющую. Есть основные опции в виде возможности видеозвонков, определения безопасной геозоны и клавиши SOS. Заявлена разблокировка по лицу, но из-за качества сенсора и процессора ошибки при разблокировке будут встречаться часто. Тем, кто осваивает иностранные языки, понравится функция мгновенного перевода. При отсутствии рядом смартфона это может выручить. Для российского рынка производитель добавил голосового помощника Марусю, который расширяет возможности девайса. Аккумулятор тоже сильная сторона часов. 800 мАч дадут до трех дней автономности по заявлению производителя. Первое место занимает Huawei Watch Kids 4 Pro. Корпус устройства полностью пластиковый, хоть рамка экрана и имитирует металл, но это не он. Хотя за эту цену хочется уже видеть более ударостойкий материал. Экран имеет диагональ 1,4 дюйма с разрешением 320 на 360 и AMOLED матрицу. Плотность пикселей отличная, что исключает любую зернистость. Но вот сам размер имеет вполне взрослые габариты, что подойдет не каждой детской руке. На краю дисплея установлена 5-мегапиксельная камера. Фотовозможностями она не поражает, но для видеозвонка вполне подойдет. Тем более качество заметно отличается от конкурентов. Из-за поддержки Volte качество звука будет на достойном уровне. Сложности могут возникнуть с установкой и обновлением софта. Точнее, при скачивании из App Store проблем нет, а вот с зеленым роботом проблемы возникают. Начиная с того, что обновления не приходят вообще, а на некоторых моделях приложение не запускается вовсе. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 800 мАч, что обеспечит работу устройства в течение двух полных дней. На этом мой топ подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор. КОМКОНОВАМАТИЯ 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 ПОДПИШИВАМАТИЯ Продолжение следует...